Всем привет дорогие подписчики, из-за телеканала с вами снова Зарбаба, мы продолжаем проходить игру. Наблюдатель. Ну что ж, мы с вами продолжаем расследование. В прошлой серии мы узнали у администратора, вернее в компьютере, в его списке жильцов, две подозрительные особы, которые возможно будут свидетелем, какая-нибудь одна из них. Они живут на втором этаже, надо только понять, где подняться на второй этаж. Ага. Чё-то у меня так тормозит всё. Подняться здесь на второй этаж. Тут есть подвал даже. Но в подвал-то пока я не пойду, потому что я не вижу смысла, наверное, потом появится у нас какое-нибудь задание пойти в подвал. Комендантский час применяется к каждому. Это первый этаж? Подожди, а они на каком? Они же на втором живут, да? А какие у них номера? А, нет, смотри, 106 и 104. Ага, 106 и 104. Подожди, но здесь 105. А где 104 тогда? 105, 110. 104 тогда пока непонятно. Где тогда 104? Нет, здесь всё не то. Не ошибся я? 104? 104. Странно. Ладно. Но тут только со 105. А где 104 тогда искать? А, ну там, по-моему, получается, есть проход. Ага, ага, ага. Окей, хорошо. Хорошо. А, так тут закрыто. Ну, пошли пока в 106. Пипец тут какая-то вообще. Что произошло? Хотя, пипец какая-то тут жесть. Всё разрушено, блин. Стиральная машина наверху. Серьёзно? Меня закрыли, что ли? Да вы издеваетесь? Так это Руди ходит. Блин. Руди напугал меня, блин. Я думал, что тут вообще происходит. Тьфу, жесть какая. Ах, какая гадость. Так, от 109. Здорово, Руди. Так, я здесь нахожусь. Та 108. Мне нужна 106-я квартира. 107. 105. В гаде, а где 106-я тогда? А, вот 106-я. Мисс Надер? Я из полиции Кракова. Можно задать вам несколько вопросов? Миссис. Что, простите? Миссис Надер. Хорошо. Миссис Надер. Что вам нужно? Блин, почему надо наводить мышку именно сюда? Вы когда-нибудь звонили в течение последнего часа? Нет. Не звонила. Проверите, пожалуйста, свой компас. Возможно, его использовали в качестве прокси. У меня нет компаса. А с вами всё в порядке? Вам ничего не угрожает? Ну, об этом нужно спрашивать у вас. Я слышал о сирене, как они затихали. Чистички уже выехали? Хоть кому-то из нас ничего не угрожает? Кажется, блокировка произошла из-за сбоя. Не думаю, что здесь имела место вспышка. Что ж, уверена, мои соседи будут очень рады это услышать. Но не вы. Нет, офицер. Я нет. Нет компаса? Я думал, сейчас они есть у всех. Значит, неправильно думали. У меня вообще нет никаких имплантов. Позвольте спросить, вы живёте одна? Нет, не позволю. И да, я живу одна. Возможно, у вас есть супруга или дочь. Вы что, не слышали? Я сказал, что живу одна. Тогда почему вы настаиваете, чтобы к вам обращались с миссис? Я вдова. Моя жена умерла много лет назад. Во время эпидемии. Я сожалею. Поэтому у вас нет имплантов, да? Да. Показать вам орубцию у меня на шее и лице? Настоящая художественная штопка. Мелкие уродцы превзошли сами себя. Или, может, хотите увидеть мою руку? Вернее, то, что от неё осталось. Это удовлетрит ваше любопытство. Миссис Наддер, я просто выполняю свою работу. Это я уже слышала. От числящиков, забравших мою Лауру. Один из них повернулся ко мне и сказал именно эти слова. Больше я её не видела. Даже тело. Будто она и не существовала вовсе. Я не такой, как они. Неужели? И что, вы работаете на корпорацию? И на людей, отобравших у меня всё? Они платят мне, но это не значит, что я им принадлежу. Какая чудесная отговорка. Займитесь лучше своими делами, офицер. Уверена, у вас их пруд-прудие. До встречи, миссис Наддер. Значит, это не Хелена Новак. Ну, это, в принципе, было ожидаемо. Я так и думал, что квартира 104. Полиция Кракова. Есть кто-нибудь? Можете повторить? Домофон взломан. В последнее время я не замечал ничего подозрительного. Не такого, как всегда. Какого? Я не других дела. Я не совсем понял. Да ну с ним разговаривать. Чёрт, ну не узнаю, что у него такого нет. Прекрасно. Ну, мне очень помогли. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Так, мне нужно пробраться в 104. Тату-салон. А, так это вот балкончик у нас здесь. Так, 101-104. Вот как раз сюда мне и надо. Эй, вы! Я слышал вас! Пожалуйста, помогите мне! Тебе помочь? Что случилось, сэр? Эээ, я слышал какой-то ужасный шум. Что происходит? Активирована блокировка. Блокировка? О, нет. Только не сегодня. Не сегодня. А что сегодня? А что такого особенного должно произойти сегодня? У меня была запланирована медицинская процедура. Частного характера. Лучше не будем об этом. Как угодно. Сэр, я бы хотел спросить, не видели ли вы в последнее время ничего подозрительного? Я ничего не видел в течение уже 40 лет. А, так в этом существует проблема. Мне немного неловко это обсуждать. Хорошо, не буду тратить ваше время. Погодите, я кое-что слышал. Тихие шаги. Будто кто-то специально не хочет привлекать внимание. Тяжелое дыхание, тяжелое сердитое. Так не дышат, когда прячутся. Хм, еще что-нибудь? Запах. Он был таким знакомым. Чем-то напомнил мне детство. Детство? Да, мы с семьей жили за городом. Со всем прилегающимся. Во время дождя запах был похожий. Во время дождя. Спокойно заходим, да? Есть кто-нибудь здесь? Вот, правильный подход. Пропуск корпорации Хирон. Уровень доступа низкий, но все еще действителен. И что, забираем с собой? Я бы забрал. Ну, окей. Ух, твою дивизию. Фу. Подожди, он живой? Боже мой. Нет, кишки наружу-то я на неживой. Не, я живой. Нихрена себе. Не бойтесь, я помогу вам. Кто это сделал с вами? Что? Помогите мне найти того, кто сделал это. Послушайте, здание активировано блокировкой. Сейчас я не могу позвать на помощь. Но если он не поможет, я обязательно найду виновных. Не тратьте сил на разговоры, есть другой способ. Нажмите Е, чтобы включить электромагнитное зрение. Так, удержите правую кнопку выше, чтобы анализировать нейроимпланты. И что? Подключиться? Объект одобрен. Начинаем нейродопрос. Первое погружение. Не понял. Ха-ха, тут стены. Че это за жесть была сейчас? Воу-воу-воу. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Привет, детка. Я дома. Включи вентилетром, он работал. А где пропуск? Подожди, так это... Не то. Пустите куда-нибудь меня, пустите куда-нибудь меня. Я хочу домой. Я хочу домой. Че происходит? Амир? Амир? Это ты? Нет, это не я. Что вообще-то за шизофрения происходит? Ну, ты как рост? Хе-хе. Кран автоматический. Музыка противная, но страшно не было вообще ни грамма. И че дальше? Закрыто? Слышь, кран, ты меня уже достал. Че произошло? Че какая-то полная шизофрения. Че делать-то надо? А, так, тут лестница. Фу ты, бляха-муха. Это уже пошел, хоррор. Фу ты, бляха-муха. Чокнутая птица. Хе-хе-хе-хе, как я тут оказался. Вот это шизофрения еще одно, блин. Мне Хелблейда хватило, блин. А тут новое сумасшествие. Да че вы прикопались-то? Куда идти-то? Сюда? Ничего не понял. Куча всяких каких-то непонятных картинок, но... Картинка явно неясная. Спасибо, чувак. Это мне должно хватить до конца недели. Чего хватить? Да. Подчас процессу сушения рослины Наступуе чећсчо-ва лакцинизация хиос-си-ямин. Сушёны суровец загора Зминной иглощи антропины. Халус ныгенны и приројсть Суровца, ОБЕЗНОЩЁ ОКЛОИЮ ТРОПОНОВЫХ, ДЖАЛАНИЗМИ ИХ ДЖАЛАНИЯ ПОЛЕГА НА БЛОКОВАНИЕ НИКЛЕКТЕРО Суфрагу Ещё какая-то картинка. Я уж таких три нашёл, а чё с ними делать? Да, эээээм, спасибо. За что мне все спасибо говорят? Мужик, что за фигня? Я же просил не приходить днём. Ну, такое чувство, как будто точно наркотой торгую. Вернее, данный свидетель торгует наркотой. Здесь ты сгниёшь. В смысле? Я не хочу нигде гнить. Что ещё за рык какой-то непонятный? Ох ты, блин. Чё происходит? Кто это? Кто это, блин, хамуха? Что произошло? Чё за ерунда? Чё я как ёжик в тумане? Я запутался, блин. Куда мне идти-то? Чё за лабиринт какой-то непонятный? Я вообще застрял. Я, получается, в одном и том же месте, да? Вот отсюда я пришёл, по идее. Ну, да. Куда мне идти, пока непонятно. Бля, хамуха, в какую степь-то хоть какая-нибудь последовательность была, что ли? Я чё-то не понимаю, куда мне идти. Чё за бред? Куда идти? Где-то сейчас полгода буду ходить и не могу понять, куда мне надо идти. Ну, хотя бы какие-нибудь подсказки были, я не знаю. Чё, куда идти-то, блин? Никуда не пойдёшь, везде в одно и то же место прихожу. Никаких действий я не вижу. Хожу в одно и то же место, блин. Чё за бред? Чё тут надо делать-то? Я вообще не врубаюсь. Куда тут чё идти? Никаких знаков тебе, ничего абсолютно. Я могу тут ходить кругами. А толку-то, куда чё идти, вообще непонятно. Никаких подсказок, ничего опять нет. В какую степь идти? Что за бред? Я не понимаю. КОНЕЦ 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 Серьезно? Надо было просто тупо посмотреть на телевизор. Опять эти помои. Это называется суп. Ешь, что подают. Что опять делать? Куда смотреть? Сразу говори. Из этой чертовщины я ни черта не понял. Какая-то полная ерунда. Ты прям конкретно в глубоко в подсознание куда-то залез. В тюряге он сидел. Побег. Вперед. Пошевеливайся. Куда вперед-то? Не сюда. Не сюда. Может, мы-то поторопимся с тобой, друг мой? Вперед. Я слышу тебя. Я слышу тебя. Я слышу тебя. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok О да, наконец-то! Субтитры сделал DimaTorzok Что за бредятина? Что за хрень? Субтитры сделал DimaTorzok Я раньше не спрашивал, ты тогда боялась? В смысле, меня боялась? Нет, я видел какой-то внутри Под всеми этими мышцами и татуировками Ты был словно раненый зверь Потерянный и одинокий По крайней мере, ты знала, во что ввязываешься Да, думаю, я знала Может, мы уже выйдем из подсознания этого дебила? Ну вот, а тут салон, это я вижу Мы его уже видели с вами Быть и вместе, и в горе, и в радости Болезни и здравии Любить и лелеять с этого дня, и пока смерть не разлучит нас Ты сожалеешь? Нисколько Ладно, давайте пока на этом сумасшествии мы, наверное, с вами закончим Я нифига не понимаю, что происходит Как вообще во всем этом разбираться Пишите свое мнение в комментариях А мы продолжим с вами уже в следующей серии Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии Вступайте в группу ВКонтакте, все ссылочки под видео С вами был Зарбабай, спасибо за просмотр, увидимся В следующих прохождениях, всем пока